здравствуйте друзья мы сегодня для разнообразия поедем немножко другой дорогой в офис так что вам для глаза было может быть больше лепоты и тема такая будет переволновались люди говорят шо ж теперь как же будем жить без гугла эти вот когда умер иосифа сиренович стали многие плакали и горели как же жить теперь без вождя вот но google в отличие от иосифа сиреновича жив и так неплохо жив никуда не девается все все путем значит что произошло дело в том что у них там возникло много проектов которые находятся не в русле как бы основного бизнеса поэтому создали холдинг такой называется алфабет до алфавит создали холдинг и холдинг полностью владеет гуглом google остается да значит и в в линии гугла в этом холдинге значит остается поиск остается значит там это реклама остается maps остается youtube и там может еще чего ну вот примерно в этом ключе вот а другие проекты они получат какую-то новую жизнь в виде отдельных организаций в холдинге почему это лучше потому что менеджмент который ведет проекты и отвечает за финансовые в частности результаты деятельности тех коллективов которые они возглавляют значит эти менеджеры получают больше возможностей и получают больше заинтересованности в успехе этого всего поэтому с точки зрения последующих финансовых результатов мы видим очень положительную реакцию со стороны инвестиционных организаций вот я сегодня с утра смотрел там прямо набор цитат идет в на сайте блумберг идет набор цитат что говорят руководители различных крупнейших инвестиционных организаций соединенных штатов они все очень положительно оценивают там какой-то я не смотрел там в цифры какие-то вот кто-то там сказал что он повышает оценку там акций гугла опять за точность не ручаясь там 780 на 840 то есть там как-то если мы ожидаем лучших финансовых результатов то мы соответственно значит готовы больше заплатить за акции этой компании так что ничего такого не не произошло что должно было бы нас волновать как пользователей всевозможных продуктов гугла так и так что я не вижу повода для беспокойства это как-то и и даже нет такого что чисто формально google как бы исчез а что-то появилось на его месте google остался google тот google который мы знаем да если мы не занимаемся там каким биологическими исследованиями генетическими и так далее вот google и в эту часть понесло пойти но google сейчас видите вот эти вот там деливые делает доставку там из магазинов google становится такой как бы империи с невероятно широким ассортиментом там идеи и интересов поэтому для того чтобы для того чтобы империя потом не распалась на неизвестно на что вот они ее как бы раз укрупняют дают а можно сказать статус союзных республик внутри империи вот тем кто там раньше значит был на относительно птичьих правах хотя мы знаем что был им совсем не так плохо но им дают больше что что хорошо и что все приветствуют поскольку беспокойство возникло тут у меня ассоциация такая знаете с чем у владимира высоцкого есть песня там слух прошел что он за границу смылся но дело в том что он был женат же на на гражданке франции на марине владе и что он вот совсем мол уехал во францию был такой слух и высоцкий так песней ответил и там который мне напоминает вот то что сейчас вот я читаю там нет меня я покинул россию мои девочки ходят в соблях я теперь свои семечки сею на чужих елисейских полях вот значит google ни в какие елисейские поля не в какие алфабеты вообще никуда не делся он вот он как был так и остался вот тут у нас в кремниевой долине значит и и кончается песня оптимистично там я смеюсь умираю от смеха как поверили этому бреду и вот существенно не беспокойтесь я не уехал и не волнуйтесь и не надейтесь я не уеду в общем друзья google никуда не уедет из нашей жизни а только наоборот пускает в ней больше и больше корней даже в таких местах что мы еще и не догадываемся где эти корни прорастут вот хочется успокоить тех кто разволновался счастливо